Здравствуйте! Вы смотрите Итоги дня. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. У суворовцев Ульяновского училища нашли паразитов в легких. Дедушкина оговорка, компенсирующие выплаты инвесторам и создание новых образовательных центров, о чем шла речь на прошедшем заседании правительства. К Шишкиной пришли судебные приставы, но Дума вновь назначила ее исполняющей обязанности главы города. В доме музея Ленина 30 лет ждали 14-миллионного посетителя. СМИ против терроризма и экстремизма. Итоги регионального конкурса подвели в правительстве. В Ульяновском Суворовском училище разгорается эпидемия эхинококоза. По официальной информации Минздрава заболело 27 человек. Однако цифра может быть увеличена. 27 курсантов Ульяновского Суворовского училища оказались на амбулаторном лечении из-за загадочной инфекции. У всех у них обнаружена патология в легких. Первая информация о том, что в Суворовском началось массовое заболевание воспитанников, появилась 28 января. У четырех человек была обнаружена патология в легких во время плановой флюорографии. Остальных суворовцев, это более 500 человек, и преподаватели более 300 человек, начали после этого тщательно обследовать. По официальной информации Минздрава, на сегодняшний день число заболевших достигло 27 человек. Это ученики 5-9 классов. Беется подозрение на заболевание паразитарного характера. Заболевание не передается от человека к человеку. И сейчас проводятся мероприятия по уточнению диагноза. На месте работают представители медики из Министерства обороны Российской Федерации, Роспотребнадзор. Пока представители Минздрава точно назвать диагноз не могут, поскольку биоматериал, излеченный из заболевших, проходит всевозможные анализы, на что требуется время. Однако сейчас можно говорить о том, что симптоматика у всех схожая, поэтому речь идет о групповом заболевании. По словам представителей Минздрава, начато медикаментозное лечение всех 27 человек. Однако, по информации родительского комитета Суворовского училища, число заболевших достигло 32 человек. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. Ульяновский кабинет министров принял несколько проектов на очередном заседании правительства. Вопросы касались компенсации выплаты инвесторам и развития малого и среднего бизнеса. Подробности в нашем видеоматериале. Принцип защиты инвесторов от неблагоприятных изменений законодательства обсуждали на очередном заседании правительства Ульяновской области. Кабинет министров подготовил соответствующий проект закона. В случае нарушения стабильности и гарантий инвесторов на уровне всей страны, регион будет обязан компенсировать выплаты, связанные с налоговой нагрузкой. Речь идет конкретно о мер государственной поддержки в виде налоговых льгот. В случае, если на территории региона принимаются решения о повышении или изменении данных налогов, то предусматривается компенсационный механизм в рамках реализации взятых ранее на себя обязательства государственных. Насколько мне известно, это сейчас данная концепция активно обсуждается на уровне правительства Российской Федерации. Реформа специнвестконтрактов, которая ведется, она как раз и фиксирует так называемую дедушкину оговорку, то есть в своем формате, для проектов вплоть до 20 лет. И, в общем-то, эта логика, которая сейчас изложена в данном законопроекте, полностью отражает логику федерального центра. По линии всех тех же инвестиций, участники заседания единогласно проголосовали за изменения в госпрограмму Ульяновской области, касающиеся развития малого и среднего бизнеса. Связано это с финансированием новых направлений. Один миллиард рублей субсидий из госказны регион получит на реализацию Димитровградского индустриального парка «Мастер» и технопарка «Технокампус 2.0» в Ульяновске. Поддержку федерального центра также получат два госпроекта в сфере образования. Так, 44 миллиона предусмотрено на программу «Современная школа». Проект нацелен создать в регионе центры гуманитарно-технологического образования. По федеральному проекту «Успех каждого ребенка» на создание модельных центров дополнительного образования, которые предусматривают и соответствия информационного ресурса создания центра, соответствующего как на областном уровне, так и на муниципальных уровнях. Речь идет о 10 миллионах рублей федеральных денег и полмиллионе региональных. Рината Леолова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. В Димитровграде продолжается борьба за кресло главы города. Почему кабинеты градоначальников опечатывают и кто ввел чрезвычайное положение, разбиралась наша съемочная группа. В Димитровграде продолжает царить неразбериха, связанная с руководством города. Весь вчерашний день превратился для администрации в один непрекращающийся скандал. Утро началось с того, что сторонники КПРФ опечатали несколько кабинетов мэрии. Сделано это было для того, чтобы не допустить на рабочее место исполняющего обязанности главы города Алексея Гадальшина. Им он признается по решению суда. Но коммунисты из Городской думы продолжают считать ИО Людмилу Шишкину. За время этой чехарды у нас часть документов не подписывались. В частности, у нас там, я знаю, очень много неподписанных документов на обращение граждан. А у нас там 30-дневный срок, и за это предусмотрена административная ответственность. Также много неподписанных разрешений на строительство, договоров. Завтрашнего дня начнем эти документы разгребать, приводить их в порядок. А еще 23 января депутаты местной думы проголосовали за то, чтобы мэром Демитровграда стал Павел Архипов. Решение это, правда, вскоре было не признано Демитровградским судом, поскольку комиссия прошла с нарушениями. За 48 часов своей славы Архипов успел назначить ИО Людмилу Шишкину, а сам якобы отправился в командировку. Непонятно, зачем нужен был этот финт ушами, если Архипов никуда так и не уехал. Но если глава города нелегитимный, то его распоряжения недействительны. Об этом пришли сообщить вчера вечером Шишкиной судебные приставы. На данный момент судебным приставам исполнителя было возбуждено исполнение производства по поступившему исполнению документа при остановлении действий ряд распоряжений. Судебные приставы выехали на место, где находится должник, и вручили постановление о возбуждении исполнения производства. Должник отказался от подписи данных документов, то есть врученных судебным приставам. Судебный пристав оставил данные документы у должника, то есть ознакомил, прочитав их вслух в присутствии понятых. Из этого визита вышло целое шоу с обязательным вызовом скорой помощи. Для Шишкиной это не ново. Когда ее 72-ю школу не принимали в Ульяновске, она тоже предпочла выбрать госпитализацию вместо приведения в порядок образовательного учреждения. В 9 вечера городская дума собралась на внеочередное заседание. Тайная вечеря проходила в одном из кабинетов администрации. Антураж вполне соответствовал духу происходящего. Из 30 депутатов смогли собрать только 18. Зато не забыли позвать главного коммуниста законодательного собрания Айрата Гебаддинова. Суд как себя сегодня ведет городской. Мы ставим, я конкретно говорю о себе, что я сомневаюсь вообще в правильности принятия решений, потому что суд практически довел сегодняшнюю ситуацию, что город остался без управления. Самое простое – переложить ответственность за чрезвычайную ситуацию на другого. В частности, на суд, который признает, что руководство в городе есть в лице Алексея Гадальшина. Но этого не могут признать коммунисты-депутаты. В их речах часто звучат словосочетания «чрезвычайное положение». Но только кто довел до этой ситуации? В итоге думцы в очередной раз возложили ответственность исполняющего обязанности на Шишкину. Лыко до мочала, начиная с начала. Только вот для решения городских проблем и нормализации ситуации в Димитровграде политические игрища коммунистов положительно явно не скажутся. Егор Титов, новости Ульяновской правды. С 1 февраля в Ульяновске, как и по всей России, будут проиндексированы все социальные выплаты на 4,3%. Индексация распространяется на пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, а также при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. С 11 февраля в Ульяновской области отключат аналоговое вещание. Просмотр федеральных каналов станет доступен в цифровом качестве. Прежде всего, необходимо обратить внимание на логотипы основных каналов. Если рядом стоит буква «А», то жителям нужно настроить телевизор на прием цифры. В случае, если у вас метровая антенна, то нужно купить дециметровую. Если у вас старый телевизор, то следует купить приставку. А если телевизор куплен после 2012 года, то нужно просто с помощью пульта перепрограммировать каналы. По вопросам подключения жители могут обратиться по телефону горячей линии 8 800 220 20 02 или 8 800 350 46 46. Также интересующие вопросы можно узнать на сайте смотрицифру.рф. Самый известный музей, посвященный жизни вождю мирового пролетариата, посетил 14-миллионный посетитель. По этому поводу сотрудники музея даже организовали торжественное мероприятие. Подробности в материале Ирины Антоновой. 31 января порог первого в мире Ленинского музея, дома музея Владимира Ильича Ленина, в Ульяновске переступил 14-миллионный посетитель. Им стала Анастасия Толкачева, учащаяся 6-го класса Мариинской гимназии. Она впервые пришла в этот музей на открытие выставки «Уроки Пластова» вместе с группой учащихся детской художественной школы. Когда начали считать 14-миллионного посетителей, я сказала, ну точно не мы, точно не наш, кто-то из нашего класса. А потом, когда стало уже приближаться это число, ну я не поверила, что реально это я победила. По словам заведующей музеем Татьяны Брыляевой, 14-миллионного посетителя они ждали без малого 30 лет. Наш музей посещают туристы из почти всех стран мира, но только 13 человек были миллионными. И это были труженики сельского хозяйства, это были рабочие не только Ульяновска, но и Москвы. Среди них был житель города Берлина. И вот сегодня мы ожидаем 14-миллионного. Причем, если раньше между миллионниками проходило от 3 до 4 лет, то после 13-миллионного мы целых 30 лет ожидали 14-миллионного человека. 14-миллионная посетительница музея получила памятный сертификат и уникальное издание «Жизнь Владимира Ильича Ленина. Вопросы и ответы» с автографами авторского коллектива. Также Анастасия Толкачева оставила в музейной книге на память свою запись, где она обещала в будущем обязательно привезти в дом музей Ленина своих детей. Утешительные призы получили и те, кто пришел в музей перед и после юбилейного посетителя. Кроме них, получит приз молодой человек, который очень желал стать 14-миллионным посетителем. На протяжении пяти дней ходил молодой человек, лет 17-18, и каждый день спрашивал, если он придет сейчас в музей, не будет ли он 14-миллионным посетителем. Мы ему говорили, что нет, этот момент еще не настал. Но мы для него, как утешительный приз, приготовили книгу, вот такую книгу приготовили. «Жизнь Ленина. Вопросы и ответы». Сотрудники музея ждут этого посетителя, чтобы передать приз. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. В региональном правительстве подвели итоги ежегодного конкурса СМИ против терроризма и экстремизма. Девять ульяновских журналистов победителей получили грамоты и ценные подарки. Среди них оказались и сотрудники издательского дома «Ульяновская правда». Финал ежегодного конкурса СМИ против терроризма и экстремизма состоялся накануне. Акулы, пера и звезды экрана получили почетные грамоты и призы за освещение животрепещущей темы. Девять победителей чествовали в региональном правительстве. Первое место в номинации «Лучшее освещение темы в телевизионных программах» получила служба интернет-ТВ издательского дома «Ульяновская правда». Материал «Ульяновские и белорусские разведчики обезвредили террористов» выходил в апреле 2018 года. Сюжет оценили по достоинству. Приятно освещать именно такие структуры военных, те же самые белорусские и российские десантники, этих доблестных воинов настоящих. И, конечно, процесс от работы приносит огромное удовольствие, потому что это красивая съемка, красивые люди, знающие свое дело. Среди победителей оказались корреспонденты телеканалов ГТРК, Сфера ТВ и газеты «Ульяновск сегодня». Церемонию награждения провел руководитель аппарата региональной антитеррористической комиссии Игорь Шибалов. Антитеррористический конкурс стал уже доброй традицией. Следующей зимой ульяновские журналисты тоже посоревнуются в профессиональном мастерстве. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале улправда.ру в 19.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин